Здравствуйте! Я Козлова Юлия Михайловна, учитель географии и химии школы номер 10 города Кировска. И сегодня мы с вами посадим огурцы на рассаду. Что для этого нужно? Емкости, которые будем сажать. Подойдут обычные коробки из-под молока. Итак, отрежем часть коробки, чтобы получилась вот такая штука. Не надо их делать слишком высокими. Слишком много земли потребуется, но и не слишком низкими. Рассаду мы будем выращивать месяц или дней 40-45. Для того, чтобы посадить рассаду, нам понадобится пластиковый ящичек, коробочка какая-нибудь такая. Можно обычные пластиковые ящики, если у вас огурцов много. Можно купить там в светофоре, в фикс-прайсе вот таких вот пластиковых, не знаю чего там, поддоны или что это пойдет. На дно такого ящичка мы сыпем опилки и расставляем туда наши коробочки с землей. Как мы это делаем? Ну, немножко будет грязновато. Поэтому, если есть сарай, лучше делайте в сарае. Просто опускаем в мешок с землей вот эту штуку, наполняем ее землей, ставим. Опускаем эту штуку в пакет с землей, нагребаем туда земли, ставим. Ну и так, пока все не заполнило. Проливаем. Аккуратненько. По мере того, как проливаем, земля будет немножко оседать. Если просядет сильно, можно подсыпать свеженькой. Итак, посмотрим, что у нас получилось. Вот такой пластиковый контейнер, в котором 7 емкостей для огурцов. 7 огурцов. А больше у меня пластиковых контейнеров нет. Что делать? Берем вот такие подложки из любого сетевого магазина. Действуем точно так же. В принципе, емкости для огурцов готовы. Можно уже взять семена огурцов, сделать углубление, положить туда семечко, накрыть, сверху накрыть пленкой, все это дело полить и поставить куда-нибудь в теплое место. Но мы сделаем немножко по-другому. У меня в теплице помещается там много огурцов. Но мне нужно растений 12, максимум 15. Емкости я заготовила 22. И это немного. Потому что какие-то растения погибнут. Какие-то не приживутся. Ну, тоже погибнут после высадки. Ну, руки еще, они иногда в карманах. Так что всегда посевного и посадочного материала готовьте больше, чем вам надо. Если вырастет каждое растение, замечательно. Раздам друзьям, знакомым. В крайнем случае, продам кому-нибудь. Обменяю на что-нибудь. Да просто, не знаю, подкину кому-нибудь на огород. Спасибо скажут. И здесь не угадаешь. Бывает год, когда все прекрасно растет, все замечательно, просто все великолепно. А бывает год, когда все гибнет, все плохо приживается. И думаешь, но почему я не заготовила больше? Но почему я не вырастила больше? Чтоб такого не было, все делайте с запасом. Еще кое-что об огурцах. О помидорах, кабачках, обо всем, что выращиваем через рассаду, вот таким способом. Здесь придется подписывать каждое растение. Если вас интересует сорт, подписывайте каждое растение. Почему? Вы думаете, в этом ящичке у меня будет только кони? Или только адам? Замечательно. Ну вот, один кони погиб, и погибло два адама. Вы берете и переставляете. Где тут кони, где тут адам. Хорошо, если они отличаются потом, когда вырастут. Так вы их легко перепутаете. Итак, прорачиваем огурцы. Что нам для этого понадобится? Ну, во-первых, сами огурцы, семена, тряпочки, вот такие вот лоскутки. Нарезаем их из старых пододеяльников, наволочек, чего угодно. Марлю не берите. Марля не подходит. Огурцы прорастут, появится корешок, корешок в марле запутается. И пакетики. И какая-нибудь емкость, куда мы это все сложим. Насчет этикеток. Можно подписать саму тряпочку заранее. А можно внутрь положить этикетку. Как вам угодно. Я подпишу сам лоскуток. Мы живем на севере, поэтому нам нужны огурцы портенокорпические. То есть самоопыляемые. Но это не совсем правильно. Пчелы опыляемые нам огурцы не подходят. Отличный сорт кони. Если появляется Маша или Герман, тоже подходят. Еще у меня щеголь и пчелок нет. Понятия не имею, что это за сорта. Посмотрим. Семян. Ну, стандарт. В пакетиках по 10 семян. Он бывает иногда в граммах. Там 0,2 грамма и это много. Это хорошо. Берем воду, наливаем чуть-чуть на дно. Смачиваем там наш лоскуток. Чтобы он был такой хорошо, мокрый. Потом на этот лоскуток берем наши семена и высыпаем. Заворачиваем. Кладем в пакетик. Ну, лучше, скажи, поменьше пакетик. Просто у меня поменьше нет. Кладем в сторону. Вот что получилось. Огурцы в тряпочках, в пакетиках, в плошечке. Мы это все поставим на батарею. Будем ждать схода. А потом? Ну, а потом? Об этом потом. Ну, собственно, вот что должно получиться. Вот только они проклюнулись. И мы их... Все, сажаем. Вот до такого состояния их доводить не надо. Потому что корешок вырастает, и он может запутаться в ткани. Если будете доставать, его просто можно повредить. Это не очень хорошо будет. Итак, прошло несколько дней. Наши огурцы проклюнулись. А у некоторых даже листики образовались. Не надо так их запускать. Пришло время посадить их в землю. Мы подготовили емкости для огурцов. Сейчас мы наши семена посадим в эту землю. Разумеется, сначала мы нашу землю, почву прольем. Чтобы она была такая сыренькая. Делаем небольшую ямку. Совсем небольшую. После этого берем семечку. Если она переросшая, аккуратненько опускаем корешками вниз. И чуть-чуть просыпаем землей. Не придавливаем. Просто чуть-чуть присыпаем. Аккуратно берем. Корешками опускаем вниз. Присыпаем землей. Все. Дальше он сам сообразит, как ему расти. Итак, сажаем каждое семечко. Посадили. Еще раз. Немножечко. Палили. Чуть-чуть. Буквально сбрызнули. И так со всеми емкостями, которые у нас есть. А теперь, как мы поступаем с семенами, которые только-только проклюнулись. Берем семечку и кладем ее на бок. Вот не вниз, не вверх, а просто на бок кладем. Вот берем и кладем на бок. И чуть-чуть, чуть-чуть, буквально присыпаем земелькой. Совсем чуть-чуть. Просто вот прикрываем. Все. Прикрыли. Чуть сбрызнули. Поставили этикетки. Все. Само сообразит, как ему там расти. Мы с вами сегодня посадили огурцы на рассаду. Подобным же образом высаживаются и кабачки. Также готовится земля. Также проращиваются семена. Все делается точно так же. Надеюсь, мое видео кому-нибудь пригодится. Ставьте пальцы вверх или вниз. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.